Много лет назад я работала в реанимации врачом. Ко мне привозили много тяжелых пациентов, но очень часто привозили пациентов с высоким артериальным давлением. Я пыталась как можно быстрее помочь им и спрашивала, ну так, быстро, какие таблетки вы принимаете, что вам помогает? Большинство моих пациентов говорили, так, принимаю таблетки, две. Белую, круглую, утром, вечером, синюю, маленькую. Я говорила, так, названия, дозировки, какие быстро. Пациенты говорили, названий не знаю, дозировок не знаю, мне назначил что-то в поликлинике врач, я не врач, врач вы, разбирайтесь, пожалуйста, это ваша работа. Я чувствовала досаду и бессилие, потому что помочь пациенту-незнайке в сто раз сложнее, чем знающему пациенту. Я долго думала, почему же они не знают названий, дозировок, даже как выглядит пачка, зачастую не знают пачка лекарств. А мне кажется, это потому, что мои пациенты, не все, но многие из них, были уверены в том, что ответственность за их здоровье несет система здравоохранения, а не они сами. Ну, я открою вам небольшой ситуацией, что ответственность за здоровье – это дело каждого человека. А система здравоохранения несет ответственность за то, чтобы больницы были, чтобы в них был свет, чтобы там стояло медицинское оборудование, чтобы каждый год новые врачи выпускались из медицинских университетов, а в аптеках были лекарства. Система здравоохранения не может представить каждому человеку, личного врача, который будет будить его утром и спрашивать, ну как же твое давление? Может быть, таблеточку, может быть, кардиолог мы делаем, у меня и аппарат с собой. Поэтому каждый человек должен задуматься о том, может ли он взять на себя ответственность за свое здоровье. И как же взять ответственность за свое здоровье? В общем-то, это ответственность за свое тело. И ответственность начинается со знаний, потому что если вы покупаете какой-то прибор, электроприбор, наверняка, я надеюсь, что вы читаете инструкцию. Так и с телом. Важно изучить две вещи – анатомия и физиология, чтобы понимать, как работает ваше тело. Анатомия – это знание о том, из каких органов состоит тело человека. Скажите, пожалуйста, кто из вас знает, где у вас дома стоит утюг? Ну, может быть, пару мужчин не знают, которые просто не пользуются этим девайсом. Скажите, а кто знает, где находится селезенка в вашем теле? Подождите, не будьте так уверены. Кто считает, что селезенка находится посередине? Кто считает, что селезенка находится справа? Кто считает, что слева? Окей, то есть практически 100% людей знают, где находится утюг. А ведь утюгом мы пользуемся не каждый день. А селезенка находится слева. И, на мой взгляд, где-то только половина аудитории знает, где она находится. А ведь селезенка верой и правдой служит нам каждую минуту нашей жизни. Поэтому первое, с чего можно начать брать ответственность за свое здоровье, это просто выучить, какие органы находятся внутри моего тела. Как только эта область знаний вам покорится, стоит перейти к физиологии. Это область знаний, которая рассказывает о том, как эти органы работают и как понять, что что-то пошло не так. Я поспрашивала своих знакомых автомобилистов, знают ли они, какие признаки нарушения в работе двигателя внутреннего сгорания. Все безошибочно сказали, что двигатель, наверное, начинает барахлить, начинает много масла потреблять, если он начинает перегреваться или если появляются какие-то стуки. Я спрашивала, что же делать, чтобы этого не произошло. Все автомобилисты сказали, что так, первое, надо проверять уровень масла, контролировать уровень охлаждающей жидкости и нужно ездить на техосмотр. Те же мои знакомые не смогли также безукоризненно ответить на вопрос, а какие симптомы инфаркта миокарда, самой страшной поломки нашего собственного двигателя сердца, вы знаете, никто не смог сказать, что симптомами инфаркта миокарда являются боль изжения за грудиной, боль слева, боль, отдающая в левую руку, в левую лопатку или в левую челюсть, одышка, бледность. Практически никто не смог перечислить все симптомы. Точно так же, как мои знакомые не смогли сказать, что контроль за работой сердца это регулярное измерение артериального давления, это контроль уровня холестерина, это регулярное посещение кардиолога, это электрокардиограмма, которую надо снять хоть раз в жизни каждому из нас, это УЗИ сердца, которое надо сделать, это базовые вещи, которые нужно знать о физиологии своего сердца. Но есть еще много других органов, о которых тоже стоит знать, о том, как они работают и как контролировать их здоровье. Я надеюсь, вы сможете сегодня пройти и прочесть что-нибудь хотя бы о каком-то одном органе, кроме сердца. Если анатомия и физиология вам покорилась, и вы здоровы, в общем-то на этом можно остановиться и расслабиться. Если у вас есть какое-то заболевание, очень важно знать, во-первых, его название, что это заболевание, почему оно произошло и как его лечат. Потому что между ангиоспазмом и ангиной, несмотря на то, что это очень похожее название, существует огромная разница в том, почему эти заболевания произошли, как их лечить и что делать. Я была недавно в гостях у своей бабушки в Мозере. У моей бабушки мерцательная аритмия. Это заболевание, при котором ритм сердца не ритмичный. Чтобы лечить это заболевание, важно принимать препараты, урежающие сердечный ритм. Для чего? Для того, чтобы не произошло тяжелого нарушения ритма, которое может привести к смерти. Приезжаю к бабушке, спрашиваю бабушку, как лечение проходит, как здоровье. Она говорит, ну, внучка, ну, все пью, все лекарства, что ты сказала, ты же объяснила, тяжелейшее заболевание, мерцательная аритмия. Я все поняла. Но я спрашиваю, так, где таблетки? Бабушка говорит, пожалуйста, все, таблетки на холодильнике. Я смотрю, что в таблетках, в пачке остается очень много лекарств. Как-то не сходится бухгалтерия. Должны были уже закончиться. Я спрашиваю бабушка, а сегодня ты таблетки принимала? Это очень важный вопрос для врача, потому что между принимаю таблетки и сегодня принял таблетку огромная пропасть. Ну, бабушка такая говорит, ну, как принимала? Сегодня же что? Суббота, выходной, все отдыхают, и я должна отдохнуть от лечения. Так вот, если бы бабушка потратила чуть больше времени и прочитала хотя бы инструкцию к тем препаратам, которые она принимает, она бы знала, что резкая отмена препаратов уезжающих ритм, это точно так же плохо, как если бы она вообще не лечилась. Это тоже может вызвать срыв ритма. Я не призываю во всех стать врачами и потратить 6 лет на изучение анатомии, физиологии и других прекрасных дисциплин в Белорусском Государственном Медицинском Университете, который находится здесь за углом. Мне кажется, что сегодня не нужно этих 6 лет. Знаний достаточно. Знаний о своем теле, о своем здоровье вы можете получить в научно-популярных книгах, на YouTube. На каждом большом телеканале есть хорошая передача о здоровье. Вы можете посмотреть и узнать очень много. В конце концов, вы можете смотреть лекции TED. Контролировать свое здоровье сегодня тоже очень просто. Мой дедушка для того, чтобы измерять артериальное давление, ходил в поликлинику. Сегодня каждый может купить тонометр в аптеке и измерять артериальное давление хоть 100 раз в день. Скажите, а у кого из вас есть умные часы или фитнес-браслет? Много у кого. Так вот, знали ли вы, что умные часы и фитнес-браслет могут контролировать, насколько нормальный ваш пульс, достаточно ли вы спите, как много вы ходите, то есть достаточно ли вы ходите для того, чтобы быть здоровым. Технологии сегодня помогают нам как никогда взять ответственность за свое здоровье. Например, мобильный телефон. В мобильном телефоне полно мобильных приложений, которые сделают за вас всю работу, помогут вам стать здоровыми. Например, я работаю в мобильном приложении ФЛО. Мы занимаемся женским здоровьем. И мы делаем как раз то, о чем я рассказывала. Мы обучаем женщинам знанием о их теле. У нас было исследование, порядка 40% женщин, наших пользовательниц, а у нас пользовательницы по всему миру, не знают, что такое овуляция. Овуляция – это день, когда вероятность забеременеть максимальная. Как можно контролировать свою жизнь, строить карьеру, делать какие-то планы на отпуск, на отдых. Если не знаешь самого главного в своем теле, получается контроль жизни половинчатый. Такие мобильные приложения, как ФЛО, могут предупредить о проблемах со здоровьем существующих. Например, мы с моей командой научились замечать симптомы синдрома поликистозных яичников и предупреждать женщину о том, что у нее есть проблема, чтобы она могла вовремя обратиться к врачу. Технологии очень помогают нам, но технологии это не все. У меня есть мечта, чтобы к врачу приходил пациент не такой быстрый, стремительный пациент, который говорит так, у меня пять минут, у меня болят колени, быстро мне таблетку, и я поехал. У меня есть мечта, чтобы пациент приходил думающий, осознанный, который бы вел диалог с доктором, который бы мог сказать доктору, вы знаете, у меня заболели колени. Я сначала думала, что это старая футбольная травма, но я заметила, что колени болят больше по утрам, что у меня температура последние полгода какая-то высокая, что я вообще похудел как-то, слабость меня мучает. Я вспомнила, что у бабушки мои тоже колени болели, вроде бы какой-то диагноз был ревматоидный артрит. Мне кажется, с этим надо разобраться. Это два совершенно разных случая. Вы не представляете себе, какое удовольствие лечить осознанного, ответственного пациента. Когда такой пациент приходит на прием и начинается диалог, доктор невольно отрывается от своей писанины, поднимает глаза, и вы бы видели, какие глаза у врача. Это врача, это глаза полные счастья. Счастье, что у него есть партнер. Потому что лечить осознанного, ответственного пациента это удовольствие. Это точно так же, как играть в теннис со стенкой или с профессиональным игроком. Когда ты играешь с партнером, который хорошо играет, даже если ты закинешь мяч куда-то далеко, партнер принесет этот мяч, он тебе подскажет. Точно так же и в лечении. Если врач назначит лечение осознанному пациенту и не дай бог, что-то пойдет не так, появится побочный эффект. Такой пациент вовремя заметит проблему и предупредит врача без осуждения, без злости, потому что он понимает свою долю ответственности в этом процессе лечения. Я хотела бы и мечтаю о том, чтобы пациенты стали более ответственными за свое здоровье. Не потому, что я хочу освободить всех врачей от работы, не потому, что нам, врачам, лень, а потому, что я искренне верю, что работать над проектом здоровья в паре неравнодушный, грамотный врач и осознанный, ответственный пациент гораздо эффективнее. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...